всем привет сегодня в рубрике выжившие а выжившие это тестирование бушных кассет так вот в рамках этой рубрики предлагаю устроить небольшую битву металла как говорится люди гибнут за металл вот давайте посмотрим кассеты 4 типа бушные которые продаются на авито и стоят в принципе приличные деньги конечно не силен в ценах на эти кассеты потому что не сильно ими не интересуюсь но думаю что в районе от 600 рублей за не сильно убитую кассету 4 типа просят а поэтому даже мне интересно стоит ли эти кассеты того чтобы платить такие деньги потому что мне последнее время попадалось пара или тройка кассет металл который под запись ну так с натяжкой то есть с очень большими замечаниями кассеты которые будут сегодня биться не на жизнь а на смерть не все мои часть предоставлена подписчиками части нашел на своей полочке одна из них это fuji metal tape состояние всех кассет я не знаю я просто почистил коробочки кое-где и не более того живы они или нет вот давайте разбираться значит будет сегодня fuji пара тдк одна из которых лично для меня представляет огромный интерес но об этом позже 3d или 3 от mgx 90 минут maxx 110 минут подобная кассета мне попадалось и вот как раз эта кассета но смысле не конкретно вот это а именно такая же кассета была с замечаниями и два представителя от sony это не запечатки это кассеты которые я сам лично когда-то скрыл один раз записал и несколько раз слушал по какому принципу я планирую оценивать кассеты наверное так изначально у каждой кассеты 100 баллов но за какую-то погрешность или проблему я с каждой кассеты буду списывать определенное количество очков и соответственно у кого их больше останется тот и победил но вот если лента в бэушной кассете мне не понравится внешне то есть будут какие-то замятости потертости еще не знаю там волна это все будет снижать оценку это бэушная кассета дорого стоит я хочу заплатить хотя бы там 600 или 1000 рублей и получить хорошую внешне ленту и конечно тест на запись как она пишется как я ее слышу и насколько мне нравится звук с той или иной ленты это тоже будет оцениваться и какое-то количество баллов списываться давайте начнем 1 fuji fuji кассет эта кассета не моя но ее можно выкупить и она будет моей посмотрим стоит ее брать или не стоит кассета конечно внешне смотрится изумительно корпус замечательный fuji кассет здесь гравировка или тиснение до japan хорошо сохранившаяся наклейка на кассету что с лентой раккорд так подушечку пластину вижу все хорошо раккорд прозрачный полуматовый склейка лента так может будет так вот наверно будет лучше видно вам это вижу я вижу что вопросов к ленте нет не имею да она не свежераспечатанная но каких-то смертельных заломов загибов заживание или волны по какому-то краю не вижу как по мне все хорошо внешне вопрос чего и как с записью калибровка неплохо но уровень надо убавить насколько на единицу подмагничивания тоже убавить насколько на двойку вода крутилки стали в минус 2 но вот как опять же оценивать давайте так если кассета калибруются в диапазоне минус 4 плюс 4 то никаких вопросов к сети к ленте я не имею что по подмагничиванию что по уровню так наверно будет правильно а вот то что прыгает то туда то сюда и это хорошо заметно вот это серьезный повод списать 10 очков 400 герц 0 децибел на входе на выходе на выходе падение правого канала на 1 децибел явно есть разбаланс ну 1 децибел 10 очков минус и самый важный параметр критерий оценки как эта кассета лента пишется поскольку это металл я его планирую загонять в плюс 6 по входящему уровню затем оцифровку я отслушиваю сравниваю с оригиналом с исходником и уже после песни дают заключение по записи на эту ленту а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... На ней искажения. Плюс разбаланс по правому каналу, падение правого канала точно было видно. На 1 дБ он падает. Затем я понизил уровень примерно 0 плюс 1. И здесь уже искажения пропали. Ну естественно уровень записи стал меньше, искажения соответственно тоже меньше. Но под качественный металл я бы этот Fuji не отнес. Вполне допускаю, что запечатанный такой же Fuji, или точно такой же Fuji, который есть у вас на полочке, он гораздо лучше, чем конкретно вот этот экземпляр. Но я оцениваю именно эту конкретную бэушную кассету. 10 баллов я списываю за то, что при калибровке индикаторы довольно ощутимо скакали, то вправо, то влево. Еще десяточку за разбаланс в 1 дБ, который прекрасно было видно. И 10, может быть даже 15 баллов очков я спешу за то, что плюс 6 она не держит. Это плохо для металла, по моим меркам это плохо. Вот как раз на пятнашку. Итого 65 очков Fuji заработала. Следующий участник Triad, а может быть Triad, правильно, MGX 90 минут. Многие обожают подобные кассеты, но я не разделяю всеобщих восторгов по этим лентам. Они мне просто попадались не так уж и много, а то, что попадалось, не совсем понравилось. В первую очередь, когда смотришь на кассету издалека в коробочке, она кажется бомбически сделана, красивая. Если дела, открываешь и как будто бы где-то меня обманули. Понятное дело, что это бэушка, несколько уже потрепана. Но все равно, пластик он какой-то такой дешевенький. Видно, что шибко сэкономили на составе пластика. Я не отрицаю его прекрасных практических свойств, что он жесткий, что он прекрасно выдерживает температуры. Хотя вот, я вот так вот его делаю, а он это... Слышите? Это Triad. Корпус у него не сильно жесткий. Что по ленте? Да, что у него в комплекте? Давайте глянем, что за вкладыш. Вкладыш исписан изнутри. Здесь перемотайте карандашом и выломайте язычок. Язычки еще не успели выломать, но сейчас я это сделаю. С наружной стороны. Так, вот давайте посмотрим. Может быть здесь чего-то написано про уровень. Биос, металл. Эквализация такая. Время 45 минут. Так, 10 кГц, 0 дБ. Мол, 315 Гц, плюс 5 дБ. То есть плюс 5 эта кассета должна держать точно. И я уверен, что эти данные даны для 250 нановыберов. Если я не прав, поправьте меня. А значит, плюс 5 в 250 нановыберов. Это вообще, наверное, плюс 10 по этой шкале. По пионеровской. Так, экранчик, подушечка на месте. Рекорд вот такой. Склейка, лента. Лента. Да, бэушная. Но сказать, что сильно поврежденная, нет. Ну и не идеал. По 10-ти бальной шкале я бы эту ленту оценил на 7-ку, наверное, не выше. Во-первых, у нее какая-то не очень симпатичная заливка. Она все-таки шершавая. Вот, может, на цвете все это хорошо видно. Посмотрите внимательно. Видите шершавость или нет? Я вижу точно. Да, чего-то записано. И вот это чего-то мне как-то уже не нравится, как оно звучит. По-моему, даже хуже, чем на фуджике. Ну, да, вот видите, я даже еще ничего не трогал, а оно уже спляшет. Так, уровень я оставлю как есть. Ой-ой-ой-ой. Ну, вы видите, это металлический триад. Так, калибровку я оставлю в нулевых положениях, но не то, что 10 баллов. Я 20-ку списываю за то, что там я видел. Хотя, вот, восстановилась. Как я настрою тогда? 20-ку я списываю железно. Мне вообще не нравится, как она калибруется. На выходе стабильное падение до минус 1. О-о-о-о. Ой-ей. Ой-ей. Вы посмотрите, как ее колбасит. Вообще, вообще. Я же говорю, сразу мне показалось, что что-то не то, когда я слушал старую фонограмму. Так, но, тем не менее, падение левого канала стабильно на 1 децибел, при том, что я что-то там уже откалибровал. Правый канал, вернее, держится стабильно, а левый канал, ну, живет вообще своей конкретной жизнью. Он то выравнивается, то падает минус 6, не знаю. Что-то может быть здесь конкретно с лентой. Ну, лента, да, бэушная, но она не сильно уполосована. Я видел ленты и похуже, которые писались гораздо лучше, чем в этот металлический триад. Да, батенька, что-то у вас совсем плохо со здоровьем. Давайте послушаем песню с этого триада. ПОДПИШИСЬ! 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 И как вам? Мне совсем не понравилось. ну давайте перейдем к оценкам от сотни я списывают двадцатку за калибровку которая кассета не откалибровалась поэтому 20 баллов это еще комплимент я сделал 15 баллов я списываю за то что даже якобы на откалиброванной кассете вы видели левый канал ходил туда ходил обратно в общем ничего он там не держал по уровню и что касается молов плюс 5 я записал этот ряд плюс 4 по шкале пионера и звук был очень плохой кассета не держит перегруз да ладно не держит то есть вы слышали сначала было был кусок записи с огромным количеством дропаутов искажений затем вроде бы все выровнялось пошло более менее чистенько но это делает эту кассету непригодный к записи и за запись я списываю с нее 30 баллов и общий минус по этой кассете 65 баллов а значит итоговая оценка 35 очков эта кассета триад mgx набрала переходим к кассетам т.д.к. которые в принципе никогда нареканий не вызывали этот дк м а годов наверно начала 90-х типа того 92 год это моя кассета стояла на полочке с пометкой под запись комплектацию смотреть не будем она не очень хороша она и не оценивается кассета тоже внешне была в эксплуатации и не раз прокорд родной фирменный пластина подушечка на месте склейка лента но вот на этой кассете лента все равно выглядит лучше чем на том же триаде но по-моему хуже чем на fuji это визуально какая-то шершалость на ней есть может быть это придирки скажу так визуально лента на 8 из 10 в нулевых положениях крутила к калибровке но ой ой под магничивание скачет согласен кассеты бушные в этом наверняка у тебя проблема с калибровкой но рынок бушных кассет все-таки гораздо более обширной и бушные кассеты покупают чаще чем запечатки значит состояние бушных кассет более важно чем состояние запечаток давайте калибровать что делать что-то надо делать для начала чуток вперед промотаю хорош еще раз под магничивание не держит она ну значит за калибровку тот же самый минус что и у триада минус 20 0 на входе на выходе не понял ничего себе посмотрите 0 на входе левый канал держится правый упал раз-два на 22 ген 2 почти на 4 децибела ну там 3 децибела может быть и все равно нестабильным левый канал все но периодически падает плюс правый канал также уровень не держит но здесь поточнее но шкалы не хватает слышали правда вот представьте мы купили такую кассету а она у вас вот так пишется что касается общей оценки то она набирает всего 30 баллов двадцатку я списал за калибровку двадцатку за разбаланс такой дичайший разбаланс космический и 30 баллов за запись которую в принципе записью назвать нельзя тдк м а середина восьмидесятых красивейшая безумная какая-то кассета вроде бы ничего на ней не написано не наклеена но смотрится конечно мама не горюй да в комплекте посмотрите стикер целый вкладыш здесь из инструкции ничего не написано но я к тому что мы что какие-то мол и солы указаны ничего такого нет давайте посмотрим что с этой тдк м и что на выхлопе да ты моя сладкая ну смысле что молодец молодец хоть ты сегодня работаешь вы посмотрите я только поправил уровень минус 2 его поставил и калибровки вопросов нету 100 из 100 я же забыл ленту посмотреть дракорда мотать уже не буду давайте так вот визуально но вот эта лента она ответа что она залита вообще без сучка без задоринки если 1 м к какого там 90-го года начала 90-х видно было что нас завода вышла уже с шершавостью то эта лента но она как как вода идеал давайте 400 герц посмотрим в данный момент 0 на входе 0 на выходе безупречно 100 баллов без сомнения никаких вопросов по калибровке не разбалансы проблем не было ни дропаутов ничего звучало прекрасно плюс 3 плюс 4 плюс 6 никаких искажений вот эта кассета точно может называться металлом это тдк м а 80 середина восьмидесятых великолепная вещь сони металл xr я думаю что это ближе к 2000 годам кассета да видно что слегка бушная но жива что с лентой подушечка раккорд что подушка пластина все на месте раккорд вижу какой-то раккорд странный с номерками может быть на вкусе не родной здесь я затрудняюсь с определением родная не стоит лента или нет но хотя кассета клеена и следов вскрытия нет плюс это моя кассета в углу на что ее скрывал значит это сто процентов комплектная кассета опять же фирменные соневские катки вопросов не имею лента на вид вот видите она в отличие от тдк все-таки имеет какие-то изначально заводские на первых по моему как будто чуть тоньше вот есть такое ощущение что вообще тоненькая тоненькая но глобальных артефактов которые были на триаде или на fuji визуально на ленте не вижу до вопросов калибровки я не имею стабильненько стоит уровень чуть-чуть пляшет в пределах разумного придираться не буду до калибровка на 100 баллов 0 децибел на входе на выходе это же sony и c sony все великолепно 0 0 ничья соточку все еще держим молодец а 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 Мне не за что списывать очки с этой кассеты. Я не видел проблем с калибровкой, с разбалансом и потерями уровня. По звуку также от плюс 3 до плюс 6 безупречно звучало. 100 баллов оставляю без всяких сомнений. Максел МХ 110 минут. Вот именно такой Максел мне присылал Андрей из города Обнинск. И его Максел я забраковал от самой Небалуй. Мне он не понравился. Он просто не держал перегруз, поэтому я его забраковал. Мой Максел, как и его, также в безупречной комплектации. Что по ленте. Кстати, Раккорд без фирменной начальной вставки. Но сам Раккорд, да бог его знает, родной или не родной. Я не помню, какой Раккорд был на его кассете, на Андрея. Кассета разборная. Вероятность того, что здесь меняли ленту, конечно, существует. Но я буду считать, что это полностью комплектная кассета. Лента внешняя. Тоже тонковата. Но учтите, что это 110 минут. А это уже мне не нравится. Я не верю в кассеты больше 90 минут. Ну, сотка максимум. И здесь уже видны механические повреждения, которые образовались из-за того, что эту кассету когда-то слушали, писали или еще что-то делали. На магнитофоне, у которого не очень хороший ЛПР. Вот видите, здесь тоже косячок. Да. Но бывает, что такие проблемы не сильно влияют на саму ленту. Они не слышимы. Ой. Ладно, пока уровень есть. А подмагничивание? А где подмагничивание? Ну, посмотрите, да? Вот и Макселл от Андрея тоже был косячный. И вот вам, пожалуйста, еще один Макселл. Бэушный, металл, и он косячный. А вы говорите, что я чего-то придираюсь к Макселлу. Ну, друзья мои. И именно эта модель, уже вторая среди бэушных, она... Ну, вот сами посмотрите, что это такое. Чего делать? Ну, уровень я оставлю в нуле, а подмагничивание... Ну, минус три поставлю, пусть будет так. В плюс ее загнать бессмысленно. Списываю двадцаточку за калибровку. Ноль на входе, ноль на выходе. Ну, ничего удивительного, потому что и на калибровке эта лента уровень держала. Это с подмагничиванием были проблемы. Играет музыка. Давайте попробуем ее оценить. Ну, только вот честно. За калибровку я списал двадцатку, потому что подмагничивание, как вы видели, нет. Тест на 400 Гц, ничего не списываю, потому что он уровень... Уровень эта кассета держит без вопросов. Но вот по звуку это самая худшая лента из всех, которые сегодня были. И поэтому ставить ее выше Триада или ТДК-СЭ, которые набрали по 30 очков, я не могу. Я даю ей всего 25 очков и ставлю ее на самое последнее место среди всех кассет, которые сегодня были и еще будут. Ну, может быть, последняя Сонька будет еще хуже, чем этот Максл. Посмотрим. Пока у нее в активе 25 очков, но эта кассета на 110 минут. Но, с другой стороны, я ведь не виноват, что эту кассету сделали на 110 минут. Там стоит тонкая лента, которая не пережила 30 лет жизни. Сами все видели и слышали. Делайте выводы. И последняя кассета Sony SR 100 минут. Ну, вот и интересно. 100 и 110. Между ними будет большая разница. Забыл. Ленту-то посмотреть надо. Здесь, это, по-моему, кассета 97-го года или 96-го года. Здесь ракорд розовый. Подушечка. Ой, такой короткий. Вы посмотрите. Раз и готово. Но обычно ракорд 4-5 секунды. Здесь, наверное, две от силы. Лента внешне. Какие-то заводские огрехи, наверное, имеет. Но она не дохлая, она не заезжена, не уполосована, ничего. Не занято. Все хорошо. Визуально. 0 на входе, минус 1 на выходе. Так, ну, опять же, поправить. Может, я тут ошибся где-то чуть-чуть. Нет. Минус 1 на выходе, а на входе 0. Да, определенно падение уровня есть, но оно не смертельно. Возвращение, а на входе, near-топе, нет. эта кассета получает 90 баллов даже 95 пятерочку спешу за то что небольшое падение уровня было оно не один децибел как это было видно по индикатору она меньше просто здесь сегмент в один децибел по калибровке уже сказал это самая стабильная и лучшая кассета из всех что были сегодня по звуку без замечаний прекрасно держит уровень в плюс 3 плюс 4 плюс 6 все это только что вам продемонстрировал итоги сегодняшней битвы на последнем месте прямо вот на дне maxel mx 110 минут напомню что это уже вторая кассета от maxel уровня металл и именно этой модели которая абсолютно непригодна под запись 25 очков тдк м а 30 баллов но здесь скорее всего время ее убило просто эксплуатация была наверняка у нее плохая но это отговорки я показал вам кто в каком состоянии находится в данный момент и ее состояние я оцениваю на 30 баллов не выше под запись не подходит триад ngx если у предыдущей тдк проблемы были связаны именно с тем что эта лента умерла что угодно говорите я считаю что эта лента умерла заработала она всего 35 очков да она чуть лучше чем тдк но это чуть не считается к записи конкретно эта кассета непригодна фуджи металл тейп ее основная проблема она не держит тот уровень который должна держать лента 4 типа но если ее наверняка записывать в 0 минус 2 может быть она запишется неплохо не под качественную запись может быть даже не под очень хорошую запись а вот под хорошую запись ее классифицировать я могу 65 очков заслужила sony sr 100 минут напомню что максал 110 минут чуть чуть больше делайте выводы данная кассета классифицируется как под идеальную запись вопросов к ней никаких не имею 95 очков это пять очков и списал просто чтобы придраться было к чему и я придрался идеальная кассета и два победителя сегодняшней битвы металла это sony metal xr и тдк м ты обе кассеты мира мильоза не меньше 100 очков из 100 а может быть даже больше никаких вопросов ни по одному параметру теста все идеально прекрасный дизайн все на месте вкусняшки что еще сказать если попадутся кассеты эти кассеты в отличном состоянии берите не задумываясь я но это вот моя кассета купить ли эту кассету я теперь хорошенько задумаюсь я могу купить на этом сегодня все надеюсь выпуск был полезен и интересен вы узнали состояние металлических кассет которые продаются на вторичке понятное дело что этот выпуск этом субъективные лотерея может быть мне не повезло как это с этими экземплярами но туда сам гарантию что купив такую кассету на вторичке вы получите идеальную кассету никто и в целом получается что 60 на 40 то есть 6 и 10 кассет под большим сомнением причем половина из них на выкид остальные 40 процентов до под запись очень даже неплохи есть экземпляры которые великолепны но стоит ли тратить деньги на металл когда можно купить дешевле хром тут уже думайте сами я дал вам информацию к размышлению что с ней делать это ваше мнение ваше решение до новых встреч не забывайте подписываться на канал впереди есть другие надеюсь интересные выпуски все посмотрим все пощупаем самое главное не болейте